Белые снежинки Задоравствуйте и до свидания Как говорится, до единой хиниво Точнее, даже не говорится, поётся в одной песне Вот бы так начать, да? И закончить Но так нельзя Надо взять себя в руки, дядя Саша Великой Ужасный Ведь твой же канал Носят гордое имя Злой русский орк за Донбасс Поэтому никаких до единой хинив А сейчас ты будешь страдать Ха-ха-ха Это я смеюсь Знаете над чем? Товарищи мужественные орки И прекрасные оррачанки Когда мне попадаются на глаза Лучайнома Заголовки названия видео Сто дней хардкором А-а-а Ну, сто дней хардкоров, злодак Да что же эти жалкие люди знают о хардкоре, а? Ха-ха-ха Только тот Кто страдает на страданиях Ха-ха Уж простите меня за тавтологию И страдает не раз и не два А уж пятнадцатый раз начинает И разбивают его параличи и усрачи О! Ха-ха-ха Ольга Я придумал короткое название Вот этой болезни связанной с желудком Усрач Ха-ха-ха Ха-ха-ха По-моему нормальная Вот Кого разбивают параличи и усрачи Вот эти люди знают Что такое хардкор Ладно Не будем, как говорится, нервничать И во всем спокойно разберемся Значит, девятая серия страданий, да? Угу Я вам напоминаю, напоминаю Ну, я даже не знаю Сейчас YouTube вообще плохо у всех работает У нас там в группе ВКонтакте есть Способ обхода этих проблем Замедления YouTube Ну, на всякий случай Подпишитесь Вступите в наш Telegram-чат Да? Ну, на всякий случай Чтоб не потерять Меня Своего любимого Понимаешь ли Аватара А то вдруг потеряешь Ссылка на Telegram-чат есть В описании данного видео И В первом сообщении Под видео Я там дублирую Так, ладно, Ватсон Это я на стриме играю Не путайте со стримом У нас 100 дней страданий Ватсон Заводите свой Драндулетиус Драндулетиус Поехали страдать В очередную серию Кажется под номером 9 Поехали Сто дней хардкора, говоришь? Вот тебе хардкор Понимаешь ли Вот тебе хардкор Кишечные паразиты Холодные кости Усрач Он же несварение желудка Одержимый разум Ослабленная форма Ревматизм в суставах Он же паралич Вот параличи Усрачи Вот они Все как положено Еще в виде бонуса За плохое поведение Кишечные паразиты Кишечные паразиты Да Да, да Солнце смеется Так, значит Это у нас Как ты понимаешь Дом Типа Сероматери Скоро у меня там Бракенбаде придет? Скоро Бракенбаде Да, туда-сюда И Бракенбаде А я Лилькины блинчики А я Блинчики Блинкины Ливчики О, занаю По походке Я пек эти блинчики Кто же его знает А на улице Лежат они Ну-ка, давай Полюбопытствуй Неужели я еще их не пек? А ты не пек, конечно У тебя ж тут нет ничего Я не пек Нормально Так А ты помнишь Я был в этих домах Или не был? Мне надо антибиотиков Поискать Или хотя бы грыбов Или того и другого И можно без хлеба Как же я умудрился Пишечными коррозитами Заболеть Ты жрал как не в себя Ладно Температуру хочешь знать какая? Минус 43 Отличная температура Минус 43 Мда Сейчас мне еще раз придется заглянуть Я не помню в каких домах я побывал Но по-моему я в этих домах уже был Так Ну у меня вроде как Большая часть барахлата находится где? А у меня есть пятый уровень кулинарии? Хрен там плавал у тебя Не пятый уровень кулинарии А, я в этом доме уже был, да? Угу Так И значит бракенбаде у нас скоро припрется Бракенбаде Значит его в соседнем был А, ну там что я получается не был По-моему в Милтонском кредитном профсоюзе Да? Так В Милтонском кредитном профсоюзе Так У меня бонусы тут присутствует Тогда мне надо его продолжать А чем мы его можем продолжать? Так А сколько там калорий в организме? 85 Так 85 калорий это мало А у меня там по-моему Мясо же оленячий лежит на пороге, да? На пороге Ну-ка пошли мясо оленячий с порога Слижем Не надо Фу-фу, гадость Не лежи мясо с порога А вы не помните Я уже с утра хлебал этого лекарства Или не хлебал А в этом доме я был Да не В этом доме ты был Ты по-моему не был в доме вот с этим С флагом, да? И во всех остальных Ну сейчас пойдем отогреемся Вот И тогда мы с тобой разберемся Что, почему? А пока надо слезать мясо с порога А я наверное еще не был на этой На ферме райские плуга, да? Мясо приготовленное Да На ферме райские плуга ты не был Не был на ферме райские плуга И что, какой? Так Да Точно Не был я на ферме райские плуга На ферме райские плуга Моя нога еще не ступала Куда попала? Так Стрела поломана О, у меня есть тяжелый молот А где же я его раздобыл? Нахрена я его принес, а? А эти я уже Жалудя мне попадались Жалудя не попадались Вот один жалудь Так, а что у меня только один жалудь? А начались затупать Ааа Вот они жалудя измельченные Ага А вот они мельницы Старые мельницы Все есть Так Так, все есть. Для чего? Не знаю. Блинкины линчики или лифчики могу делать? Сейчас разберемся. Так, давай смотреть быстрее, быстрее, быстрее. Блинкины лифчики. Для них желудя. Желудя имеются. Так, а что ты, блинкины лифчики, не печешь? А, я хочу даже в Баркинбаде, чтобы проверить, как они будут действовать. А, ишь ты какой, ишь ты какой гусеныш. Да, я такой. Так, блинкины лифчики. Таким, сиропа хватит на два раза. Ага, нам бы сиропа, слышь. Да сироп есть на ферме райские плуга, я тебе точно говорю, да? Да, я тебе точно говорю, есть там сироп. Ну ладно, я тебе поверю. Я тебе, конечно, поверю, что сироп есть там, 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 там. Так, ну погоди. Как говорил Шарапов, ты погоди. Чего погодить? Чего погодить-то? Чего годи? Милтонский кредитный союз пойдем обыскивать. И вообще лекарств у нас сколько с тобой? А лекарств нет? А почему лекарств нет? Их надо готовить. А это для пирогов. Это на праздник. Так, ладно. В Милтонском кредитном союзе какая будет температура? Предположительно плюсовая. Слушай, у меня до сих пор нет козырных штанов. Козырные штаны после жаркого лета. Где находятся, а? Где находятся козырные штаны после жаркого лета? Так, погоди, а я вообще музыку сделал, да? Ну на теплоходе музыка играет. Игорает! Так, а что тут с волками было? Ты стрелял волков по зону? Я так? Так, Милтонский кредитный союз. Заходим. Зашел. Так, тут есть у нас кохве. А у меня там риск Клавди Семенны не было? Нет пока. Пишечные паразиты. Ах, это глянь, какую-то женщину сразила. Болезнь. Интересно, что это был? Паралич? Паралич? Параличи или усрачи? Что ее срубило? Параличи или усрачи? Да могло все срубить сразу. Параличевую усрачи? Ужас-то какой. Ужас-то какой. Так, о, еще один кофон. Так, мне же еще как-то надо кулинарию закачать. Я ж пока, кроме Блилькиных липчиков, ничего и сделать-то не могу. Пироги вот эти волшебные мне пока недоступны. А зачем у вас в руках лук? Вы в кого здесь собрали стрелять? Ну, хотя бы в унитаз. Ну, хотя бы в унитаз. Конечно, это по-нашему, по-оркски, захватывать чужие унитазы. Но, как бы, как бы ни к чему. Да? Да, вообще ни к чему. Глянь, что у меня с усталостью происходит. Она доргается. Будешь тут доргаться. И что, один кофе? Кстати, я вам рассказывал, уже рассказываю еще раз. Что вот эти кофейки найденные, их можно разогревать. За них дают, о, ужас, очко кулинарии. Звучит не очень, очко кулинарии, да? Но, тем не менее, дают. Так. Тем не менее, дают. А в этом кассовом препарате я поискал. Остался только сейф. Что же у нас в сейфе? Что сейф грядущий нам готовит? Эх, лучше бы вы мне антибиотики дали, а? А то лучше бы вы мне антибиотики дали. Шмакаладка. Ну, блин. Так, ну, что, изображать? Кто будет у лошади изображать? Ну, давайте кто-нибудь лошадь изображать. Давайте, давайте вот так вот. Тендерем, дендерем. Тендерем, дарем, дарем, дарем. Тендерем, дарем, дарем. Тендерем, дарем, дарем. Ну, и прям вообще. Ну, естественно. Трэш-вокал буфаната, это же мой конек. Мы провожаем папу. Кстати, значит, рассказываю для тех, кто досмотрел до этого момента. Для отважных досмотрителей до этого момента очередные 20 тысяч отправлены для приобретения материалов, из которых изготовляются нашими женщинами-русскими маскировочные сети для фронта. Конкретно женщины из моего города Боброво. Так что всем спасибо, кто принимал участие. Пока небольшой перерыв по сборам для наших военных. Так-то мы, конечно, готовы собирать для них с утра до ночи. Но тут такое дело, мне нужен комод. Я, конечно, понимаю, комод это хрень полная, и без него можно обойтись. Но миссис Флэшка хочет приобрести на кухню комод, чтобы я туда, алкаш проклятущий, свои бутылки собирал. А то они у меня везде вываляются, расставленные, как попало. Она говорит, пусть они хоть красиво, хрен с тобой, что ты алкаш, хоть в комоде стоят. Так что в ближайшее время... Я это, конечно, понимаю, это ерунда полная, но, в общем, надо на этот комод порох собрать нам денег будет. Вам, мне, подарить комод. Ну, хоть, я не знаю, хоть ко дню юбилея и свадьбы. У меня скоро 25 лет. Скоро через пару десятков дней 25 лет совместной жизни. В принципе, можно, да, мне алкашу подарить комод, я думаю. Ну, а потом опять будем собирать для нашего фронта. Ну, просто мы не можем сразу и туда, и сюда собирать. У меня не такой большой ассортимент зрителей, вот. И у вас тоже не такие большие финансовые возможности, чтобы мне и алкашу, и комод, и все дела, и бойцам нашим помогать доблестным, отважным. И ты меня уже спросишь, а что ты алкаш, не можешь без комод? Чтобы, конечно, найти таблетки. Ну, вот видишь, погодя, где-то я таблетки видел, не всегда попадаются. А на Зейсине я уже был? Был. Да? Да, был. И не было там таблеток. А мы можем поглядеть, был ты на Зейсине или нет? Да не было там таблеток. Хреново. Да, был. Странно. А там таблеток не было? Чё, у Фокса не было денег? Да, таблеток там не было, слушай. Плохо. Да я понимаю, что плохо. А кому сейчас л-г-г-го? Так, ладно, сейчас будем все дома осматривать. Не будем нервничать и во всем спокойно разберемся. Может, я все-таки где-нибудь найду эти проклятущие таблетки. Ну, с другой стороны, я и грибами обойдусь, да? Ну да, грибы-то у меня есть. Я их на пироги угар думал оставить. Но все-таки этих паразитов-то хотелось бы вылететь. Чего же они бедные хворают? Им же так плохо, нашим паразитам. Надо их лечить. Так, ну чё, до той автомобильности добежим. А дома тут дальний целый? Я не пойму, по-моему, целый. Так, надо быстро осматривать автомобильность. Автомобиль с утра. Я остаю у самолета. Да что вы мне лучше бы таблетки дали? Вот когда они не нужны, да, товарищи зрители? Когда они не нужны. Этих таблеток до жопы нет, Шурик. Этот дом не комфортабельный. Я понял. А вот когда они не нужны, они постоянно попадаются. А когда они не нужны, они постоянно не попадаются. Вот такая, понимаешь ли, жизненная несправедливость. Я тоже зевать начала. Ладно, мать. Что у нас по дровам? Уголь не жгём. Дрова я тут хоть принёс себе? Принёс. Пошли, короче, Блилькины лифчики готовить. Ну а дальше видно будет. Окей. Так, на выбор спички. А спичек-то хоть у тебя много? Спичек у меня, у паразита. У паразита у меня спичек. А вот ты на них смотришь. Да много, да что ты призадумался? Да я думаю, сколько у меня грибов. Ну давай грибов приготовим штуки три. Да? Не будем много готовить. Так, мне не надо ускорителя пока. Я в стабильном состоянии нахожусь. Куда мне ускоряться? Ладно. Значит, сейчас мы с тобой приготовим пару грибных эффектов. А у меня ещё есть один котелок лишний? Да должен быть. А вот приготовим, может быть, даже Блилькины лифчики. Ну а дальше поглядим, что делать. Так. Древесинка. Книга. Хватит пока. Палочка. Так. И котелка у меня нет, как оказалось. Я свой здесь оставил. Ну ладно. Тогда вот здесь вода. Вот здесь вода. Так. Забирай всё барахло. Слушай, а давай мы, значит, что сделаем? Не, не знаю. Ще, я тебе расскажу. А че ты? Типа, вот этим. Да какая разница? Ну вообще, да, я согласен. Какая разница? Я с вами совершенно согласный. Вот они, желудя мои. Да. Так, что мы можем сделать? Песяную кашу можем сделать. Вот. И больше ничего. Тут мы можем сделать и Блилькины лифчики, и желудёвые блинчики, и пироги. А муки у меня сколько? Муки у тебя один пузырь. Так. Слушай, мне вот эта банка пока не нужна. Мы провожаем папу. Не знаю, кашу будем делать? Ну, в принципе, каша, она нам поможет прокачать кулы на Рию. Давай, короче. Каша. На неё что, как овсянка нужна и вода, да? Больше вроде ничего на неё не... Ну, а сюда давай блинчики, наконец-то же, Лилькины, сделаем. Так. Спокойно. Что там по воде? Вода закипает, каша готовится. Вода закипела, забрал. Забрал. Поставил новую. Поставил новую. Так. Каша готова, забрал. Блилькины лифчики готовы. Так. Вода ещё не скоро. Тут 4 часа. Так. Ещё раз кашу. Ещё раз кашу. Хорошо. Так. И надо перетереть грибочков, ты ж хотел. Да. Было дело. Я хотел грибочков. Ща перетрем. С грибочками. За жизнь. Так. До закипания. Ага. Могу перетереть один гриб. Перетирай. Перетираю. Пертер. Пертер. Молодец. Так. Готово. 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 До закипания. Знаешь, предлагаю пока блинчики отложить. И кашу отложить. Везде поставить воду. И перетереть ещё немного грибов. Да. Согласный. Так. Выходим. Бросаем кашу с блелькиными лифчиками. Вот они, блелькиные лифчики. Блин, 1200 калорий. Неплохо, да? Так-то. Так-то неплохо. Каша. Горячая ты видишь, да? Очень горячая. Очень горячая каша. Так. Заходим. Ну, пока, конечно, на одном месте сидишь, всё чики-пуки. Даже бракенбаде-то особо не страшно. Слушай, а наконечник я с собой приволок? Десять штук. Ага. И тут у меня 15. А я, наверное, где-то что-то терял. Ну, наверное, где-то ты что-то терял. Разум ты свой, наверное, где-то терял. Так. Я ещё, короче, два гриба делаю. И мне пока хватит. Пока хватит. Так. До выпаривания, до выпаривания, до выпаривания, до расплавления, до закипания. Меня вот что, Шурик, интересует. Нам бы с тобой как-нибудь дойти до фермы Райские Луга, не получив сильных увечий, а потом вернуться. Так. Ну, мы сюда будем возвращаться, да? Ну, я думаю, да. А есть ли клаустрофобия? Если клаустрофобия, мы с тобой пойдём... Куда сидеть? Мы с тобой пойдём сидеть... Слушай, а у меня грибы всё перетёрты, да? Это шиповник. В общем, чем мы подогреваться-то будем? Шиповником? Вот этим перетёртым. Чем мы ещё можем перетираться? Подогреваться, то есть. Ну, сейчас ты не пойдёшь. Почему? Я могу и сейчас идти. И сейчас можешь идти. Есть пять кофе. Нет, кофе вот много. Кстати, там какой-то кофе надо... Давай попробуем кофе. Давай попробуем кофе. Пусть он здесь стоит. Мы сейчас с тобой можем пойти на кофе. До фермы Райские Луга. Туда надо обязательно сходить. Сейчас сходим. Не переживай, боярин, сейчас сходим. Так, теперь. Тогда выкидываем всё вот это. Ты же всё с пирогами. Пока да. Вот это всё сомнительное выкидываем. Чем я могу отравиться? Нам сейчас никак нельзя отравиться в походе. Так, жёлудь одинокий. Выкидывай, чтобы ты его случайно не сожрал. Угу. А как я его случайно сожру? Откуда я знаю, как ты его случайно сожрёшь? Так. Теперь. В принципе, ты можешь ещё подогреть себя горячей овсянкой. А почему нельзя? А потому что я овсянку выкидываю. Так, это всё кипит. Видишь, да? Вот и пусть кипит. Мы это запихаем. Да вам лишь бы запихать. Так, чай Рэйши. Смотри, у нас сейчас пишут, что 7 должен подействовать, по идее, в корпусе. Должно остаться 6 дней лечения. Осталось 6 дней лечения? Да, осталось. Подействовало. Очень, очень гутен так. Так, да, я вот эту мелочь уберу. Она меня напрыгает. Напрыгайла. Так, сюда вот это. Сюда что? Сюда пока ничего. То есть только воду, да? Ну, давай пока с водой побалуемся. А таблетки у меня есть? Блин, нет. Палитру давай поставим. Палитру, да. Только тогда вот эту мелочёвку дай. А сколько там в ней? Десять. Потому что печура тоже зря не горела. Так, сковородку ты тоже не берёшь. Нет, не беру. Сковородку оставляем. Эту воду закипевшую забираем. Час остался. Мне кажется, вы палитру ещё сделаете. Если чё, у тебя есть там чё подкинуть. Ну, это да. У меня есть там чё подкинуть. Ох, там метель какая-то началась. Ты слышишь? Слышу. Слышу, слышу. И чё, ты собрался идти? Да. Ты здоровье прострёшь. Ничего страшного. Зато волки мешаться не будут. Сейчас я подготовлюсь к походу. Так. Чё я ещё с собой буду брать? Ну, всякие дрова ты сейчас можешь пока не брать. И угли оставить. Ну, ты там чё-нибудь собрался крафтить? Ну, в принципе, я там наберу, если чё. Так. Вот этот факел. У меня факел красный есть? Один. Так. Тяжёлый молот нужен сейчас я там с собой? Да и нет, он мне там не нужен. Наконечники пусть будут. Вдруг я там чё-нибудь задумаю надыбать. Или надыбаю задумать. Ладно. Теперь. Делаем резко кашу. Если успеем. Там печка у тебя прогорает, Шурик. Погоди. Зашибись. Требуется огонь. Каша не получилась. Но кофе осталось горячий. Хорошо. Кашу вроде не просрал. Я надеюсь, что ты кашу не просрал, Шурик. Да не, 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 оно погасло. Она не могла. Не могла она просраться. Думаешь? Ну чё, пошли. Ой, ну пошли, 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 пошли. Чё делать? Чё ж с вами делать-то? Погода там такая прекрасная. Ну чё. Как раз добежишь. Да как раз, конечно, добегу. Зато волков сейчас не будет, может быть. Там ещё ключ надо найти. Кстати, да. Ох ты, в какую погоду пошёл. Минус 48, а. Ой, Шурик. Так, надо, кстати, Сергею Валерьевичу обещал прорекламировать его. Сейчас добегу до райских лугов, прорекламирую. Минус 52. Кофеём ты сейчас убьёшься. Убьюсь, убьюсь. Отличная погода для походов. Да. Да. Так. Передать. Выпить. Скоро вода лезть перестанет в организм. Зря напился. Шурик, ты просрёшь своё здоровье. Где в первую очередь будем искать ключ? В первую очередь? В первую очередь будем искать его... Не знаю где. А вы не можете сказать, зачем меня сюда понесло? Ха-ха-ха-ха. Чё? А, куропатка пострелять, да? Чё здесь, барин, хотели? Барин, а что вы здесь хотели вообще? Так, барин, вы начинаете терять здоровье. Да и я так понимаю, мне сейчас толку вообще никакого нет пить эту хрень. Лапшин. Погодка, конечно, барин выбил зачётный. Минус 59. Фермарайские луга. Так, ключик бы ещё от этого рая найти. Ну вот под навесом давай. А в автомобиле пошаримся. Может быть там что-нибудь найдёте. Боярин. А может найду, может не найду. Так, не нашёл отсюда. Вижу, что не нашёл. Так, тогда куда? Ну тогда за дом давай заглянем. Хорошо, давай за дом заглянем. Вдруг за домом. Вдруг за домом что-то лежит. За домом может лежать всё, что угодно. Ты, конечно, вовремя нашёл время собирать шиповник, я тебе так скажу. Так, дядь, у тебя ключ, я знаю. Спасибо, дядь, дядь, спасибо, ты настоящий. Так, тут нету точильного камня. Да какой точильный камень, Шурик, иди. Да ладно, нормально всё, чё ты. Всё нормально, чё ты. Маэстро, как ты? Всё нормально, падай. Вот, смотри, всё, заходим. Всё, чик, я в доме. Хопа, я в доме. А ты говоришь, что не хардкора, да? Вот тебе хардкор, понимаешь ли. По самый, не самый хардкор. Влаковый батончик. Так, куча книг. Куча книг. Очень интересно, что я здесь найду. Факел ещё один. Меня, конечно, больше по еде интересует. Так, по еде, воде и женщинам. Ну, смотри, здесь есть кава-ковородка. Кава-ковородка. Здесь есть котелок. Так, здесь есть чипсы. Стрельба в сортире. Тут есть те самые овсяные хлопья, которыми ты не смог овсяные кормить. Но ничего, теперь я стабилизировался. Так, ну а чё, насчёт таблеток тут? Насчёт таблеток, я думаю, вряд ли. Ну, вряд ли так, вряд ли. И растворитель по ней нужен? Так, его же я. Я, его же, не съешь. Зачем он мне нужен? Так, точно? А, в этом шкафу не был. Так, тут, в этом шкафу. Котелок ещё один. Вот это котелков-то вы мне надавали. Теперь я точно смогу заставить вообще всё. И тут ещё. Так, ну чё? Ещё иногда обувь какая-то бывала. Да, ну чё-то сегодня нет. Ну мы, наверное, с тобой пойдём же по этому стрел себе чуть-чуть сделаем. А у меня есть из чего их сделать. Ты брал берёзы? Не брал. А какого хрена? Они у меня там были, по-моему, лежали. Те? То есть я сюда припендюрил без стрел. Молодец, чё тебе сказать. Ну тут рядом берёзы растут. Угу. Закалибёрся сушить-то эти берёзы. Так, тужурение какое-то выдали. Ладно, с тужурением разберёмся потом. Так, значит, кто-то припёрся без берёз сюда. Ну что ж. Значит, кто-то решил, что ему стрелы больше не нужны. Так, а масла здесь не было. И муки здесь не было, да? Ну, чё-то я не вижу. Да, никакой муки. Никакой же муки я здесь не нашёл. Нет, только хлопья из сковородка. А, по-моему, здесь так всегда было. Ладно, на. Хорошо. Тогда сон. Исцеляющий. А дальше видно будет. Так, чё-нибудь пожрём. Ну, попробуй вот это. Попробуйте, Шура, вот это. Книг-то, конечно, много набрал. Так, ну чё, всё, Бракенбадди ещё припрётся. Да, припрётся, к сожалению. К сожалению, Бракенбадди. А сейчас придёт к тебе. А у меня всё равно паразит пока. Так, проснулся. Понимаешь ли. Проснулся. Блин, ну вот этим можно отравиться. Сказал он и сожрал. Отравиться нам нежелательно. Потому что у нас того этого... Что того этого? Антибиотики на вес золота. Ну, давай. Так, раз сует у нас наступил. Ну чё, пошли себе приготовим немножечко... Чего? Ну, немножечко хотя бы... Этого. Как это насыпается? Каши, каши, каши. Каши овсянки. Овсянки каши. Слушай, я не проверял. Овсянку можно заливать в этот термос? Не, по-моему, нельзя. Ну да, давай проверим. Ну, проверим, но, по-моему, нельзя овсянку. Ни в какие термосы заливать. Урмасы, термосы нельзя овсянку заливать. Книга. Ого, ты сколько книг набрал. Какой капец. Палочка одна. Стрельба в сортире. Стрельбу в сортире предлагаю сжечь. Ага, отлично. Так. Факел гасим. Чё по факелам? Ну, вот этот можно поломать. Так, у нас с тобой имеется тоже такой набор, да? Угу. Сюда воду ставим. Сюда тоже воду ставим. А сюда чё ставим? Картофель можно, кстати, приготовить. Ну, давай, кстати, приготовим. Так, пока картофель готовится, мы с тобой давай шиповничка перетрем парочку. Так. Картофель, кстати, тоже согревание выдает. Да, он такой согревающий эффект дает. А на сколько он дает, кстати, согревающий эффект? На час. Тут, кстати, рейши есть, можно пособирать. Так. И там, кстати, еще хотел разобраться с этим. С чем? С одежей. Ага. Одежа-царь. Ну, смотри. Весит полкило, дает градус. Весит кило, дает градус. Разобрались? Да, у нее ветрозащита, правда, больше. Может быть, тогда ее судой? А это судой? Ну, правда, тут ветрозащита всего лишь. В сравнении с этим на полтора градуса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже не знаю. Да нет, ты наставлю все как есть. Ни к чему мне эта хрень. Сколько она там собираться будет? 40 минут? Понятно. Понятно она. Потом тогда. Ага. И, значит, я хотел проверить, можно ли овсянку складывать в термос. Да. Сомневаюсь я, что овсянку можно складывать в термос. Ну, давай проверим. Я, по-моему, уже это проверял. Ни хрена она в термос не складывается. Так, о, там пока кончилась метель. Так, термос передать. Так, отсюда кыш все. Ага, хрен сюда овсянка передается. Значит, тогда мы ее просто живнем. И пойдем пока под сугревом побродим. Так, предлагаю продлить горение этой кипичуры. Книга. Так, ну и что? Там куропатки. Блин, стрел огненных что ли сделать для куропаток? У меня же нет стрел огненных. Нет у тебя стрел огненных. Значит, сейчас будем делать. Хорошо. Значит, зря ты пока хлебанул. Значит, тогда пока продолжаем. Стрелы огненные нужны. Обыкновенные не надо тратить на куропаток. А наковенных у меня и так мало. А насчет сугрева мы так сейчас с тобой сделаем. Мы разогреем вот это. Ты ее хряпнешь. И заодно паразитов немножко полечишь. А то они там у тебя приболели, да? А перьев-то хватит? Перьев наверняка хватит, сказал он. Хватит перьев у меня много. Пять палок надо на три стрелы. То есть мне надо десять палок на шесть стрел. Ну все, сейчас так и сделаем. Сейчас так и сделаем. Сейчас наберем. А что там бракенбаде-то не приходит? Баркинбаде, а? Ты где? То есть она припрется. Думаешь? Так, кулинария у нас какая? Так, это у нас примерно сто приготовлений. Мне где-то осталось сорок приготовлений, да? Ага, примерно сорок приготовлений. Сорок приготовлений. Хорошо, что у меня осталось примерно сорок приготовлений. А я тогда смогу супер-пироги делать. Так, что там? Закаленные стрелы. Первая партия закаленных стрел. Так, раз. А вдруг там куропаток не будет? Пофигу. Два. Трис. Так, четырис. Будет, не будет, все равно. Стрелы делай. Они тебе нужны. Тут олень рядом имеется, труп. Но с ним, конечно, будет тяжело работать. С этим трупом. Там волки шастают. Тут точно есть немножко грыбов. Да, немножко грыбов есть. Подтверждаю. Так, сколько я там уже собрал? Да, сколько над столько собрал? Так. Лук у меня 75%. А палочек у тебя 4. Вода закипела, слышишь? Слышу. Как раз я сейчас... Сколько их там мастерить буду? Ох, 45 минут. Не, а ты их будешь 29. Так, ну вот, дед Шурик. Шесть стрел для начала, я думаю, харе. Бракенбатя. Ибиль. Все, я гиб. Темнеет в глазах. Комедиан дешевый. Комедиан дешевый. Да ладно, нормально. Нормально. Сейчас я паразитов полечу. Так, паразиты. Еще лечить 5 дней. Так, ну что-то у нас в Бракенбате. Где она? Сломанное тело. Причина страдания. Ты говоришь, что не хардкор. Вот он, хардкор. Ваше тело несет на себе тяжесть умирающего мира. Не то правда. Вы потеряли способность восстанавливать здоровье и стали два раза уязвимы к физическому урону. Отлично, на. Отлично, на. Так, Сергей Валерьевич обещал сделать репост. Пошел делать репост. Тело пусть пока погодит. А что это он сам включил воспроизведение, а? Что-то ша. Ладно, мы там потом подрежем. Пока я, значит, там занимался. Понимаешь ли, репостами. Оно взяло и само включило. Так, я там что, согрелся? Пошли, короче. Попробуем походиться на этих. Так, ну вроде, Сергей Валерьевич, я отправил к тебе зрителей. Надеюсь, они к тебе придут. Так, а я хочу мочкануть куропатку со своей бракенбайдой вместе. А пока я не слышу курлыканье куропаток. А что это значит? Это значит, они не курлычат. Это хреново. Они не появились, да? Они могут появиться потом. Ого, сколько там волков, ты видал? Я хренею. Чтобы волков гасить, факел нужен. Я без факела их гасить не буду. Пошли за факелом, пошли. Их надо, конечно, погасить. Во-первых, это еда моя, шуба моя. Ну и вообще мешаться они мне не будут. Пошли гасить. Эти сволочи чувствуют, что у меня бракенбайдя. Да, не чуешь, у меня бракенбайдя. Может, как раз пока с волками разбираться буду? Ура, куропатка. Девчоночка-смуглянка. А где волки? Только что уж были, ни одного теперь нет. Вот, суки. Ага, вон они появились. Ну, подходим по одному. Давайте. Эй, кто за дверью, выходи в сортир по одному. Так, ты один? Давай, это мне потом греться надо идти. Так, чур стрелу мою не забирать нахрен с собой. Не забрал, молодец. Можно я стрелу заберу? Так, подходим. Мне замерзать некогда. Подходим. Пучками, пучками. Давай, давай, давай. Это вообще мучка, ну, греться пойдем. Так, и тут штуки четыре может быть. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. этих грибочек грибочек соберу так минус 2 до очень хорошо минус 2 очень хорошо но мало конечно мало хотелось бы побольше кстати волчиков надо в ух там еще два выгребают смотри он в этом только не жрите этих какого побратимов то своих кролики появились а куропаточки мне бы куропаточку для пирожочка сашочку на пирожочек нужна кура куропатка куропадла нужно нужно куропадла так а еще у меня такая отменная усталость да еще можем предложить можем предложить допустим кофейку и факал сугрев ай сугрев неполный ну ладно может хоть одного сволочь завалю так что тут по костру два часа может хоть сволочь одну завалю так ну и как-то надо покучнее валить да да вот к этим чтобы поближе поближе к гражданинам у они вот они так температура минус 23 слышите идите сюда сюда идем сюда идем для ними не видят а это свист боевой слышите но вы чё охренели что ли и и и наконец-то лучше говорится поездом чем никогда так давай попробуем где-нибудь вот здесь а второй будет а мусорка нам свой на съедение дашь как идет по как идет есть контакт хорошо упал отлично упал великолепно упал ну а тот чё а и ты идешь да так погодите волчок не рычите объясните чего вы хотите так объяснять будешь чего хочешь Давай, бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом Куда-куда? Вот так Вот ты смотри, в рядок троих положил Ай, ты молодец С бородой ты, мой человек Пчеловод, с бородой ты, мой пчеловод Так, слышишь, пчеловод, теперь бы их всех заутать, да? Да Да С бородой ты, мой пчеловод Я не знаю, сколько здесь еще волков живет Все ли это, или еще будут? Ну, я пошел греться А то мне будет карачун У-у-у, как карачун У-у-у, а можно еще У-у-е Так, а что же у нас куропатки-то не приходят, а? В гость ко мне Что-то я вышел, потыкался, поныкался А куропаток нету И, значит, антибиотики не попались тебе Ну, значит, грибами придется добивать Значит, пошли жарить Жарить грибы Десять порций мне надо, да? То есть, десять грибов Но у меня там сколько? Сейчас разберемся, сколько там у тебя чего Так, печка, печка Книгу пока оставь Так У меня есть одна порция И мне надо еще четыре То есть, восемь мне надо перетереть Так, смотри Вот тут вот волшебные доски Которые руками ломаются, да? О, смотри Волшебные доски ломаются руками Видишь? Двенадцать минут рукой Чик Запомни, йод из Тарасовки Так, древесина Чтобы зря я и не ходил Давай вот так Так, у меня там еще один волк шляется Да, шляется еще один Параституток Мы сейчас им займемся Видишь, я как раз отогрелся А вот Тогда что? Ну, для бодрости Я еще кофейку пока Ну и пошли Искать волка Последнего Или Искать курических психопаток Психоделиков Так, у меня там грибов На сколько? О, у тебя как раз на десять Но тебе даже десять не надо Мне надо восемь То есть Мне восемь грибов надо Так, смотри Тут лежат трое в лодке Не стесняясь собаки Вопрос Где четвертая собака? А, погоди Четвертую же ты же убил А, я четырех убил Да, ты уже четырех укокошил Будем около них костер Рыгать? Не, давай попробуем его Разрезать Поглядим, что получится Вообще сюда лучше с костром Шурик прийти Да? Дров типа накопить, да? Ну, я с тобой, конечно, отчасти согласен А, Хунтик, ты со мной согласен? Пошли глянем Не появились ли курические психопатки О, появились Отлично А я сиди могу стрелять? Не знаю Нет, не можешь Ты сиди стрелять Так Тогда, Шурик, поспешим Собаки, они где-то там на горе Да мне хоть бы парочку долбануть Мне больше сейчас как бы и не надо Парочку, да Один Очень хорошо Так Угомонитесь, ребята Два Очень хорошо Так Недолет Но она меня не слышала Три А последняя Последняя увидала, смоталась Ну и хрен с ней Мне более чем достаточно Зайцев будешь мочить? Зайцев? Да, в принципе, можно попробовать И зайцев, и еще побегайцев Так, все, пошли А то ты сейчас тут сам окочуришься Так, побежали Не туда Так, значит, у меня есть куропатки Волки И 40 приготовлений, да? У волков надо костер разжигать Ты видишь, сейчас тоже идти на улицу к волкам У меня не те кондиции По здоровью-то, да? Да, не те кондиции У меня же бракенбадзи Кстати, на бракенбадзи Можно отхватить нахрен болезнь Просто так Да Можно просто так нахрен отхватить болезнь Ладно Что, будем здесь сидеть Долечивать паразитов? Да 4 дня, блин Я даже не знаю Я даже не знаю Не знаешь ты даже Да Не знаю Я даже Так, ну, волчать Но пока могу жрать Без зазрения совести В принципе Можем бегать от волков Отрезать Без сугрева Без сугрева Без сугрева А это уже не разогревается, нет? Она разогревается, нет? Не, она не разогревается Только заново варить Слушай, я, оказывается, с таким количеством воды ходил охрененным Так, сверьё пока выложи Выкладываю Так, ну и что будем делать? Так, это надо на разогрев Нет, не тебя Банку Ну, что тяну Пошли К волку Пошли К волка К волка будем К волка будем Носить сюда Потихоньку 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 Хорошо К волку Так К волку Потихоньку Так Потихоньку Что туда положим Ничего не положим Заберём факл Потом надо будет прийти Чё-нибудь ещё нарубить Я здесь книги все собрал А вот тут еще книги были. Книги были. Книги ты все собрал. Так, ладно. Ну, я не знаю. Тогда, с другой стороны, вот ты здесь собираешься сидеть. А что сидеть? Тогда пиндюри отсюда. Куда пиндюрить? Куда глазные яблоки глядят? Кстати, еще там не проверял, что там интересного. Так. Ну, придется по килограммчику, потому что если замахнуться на больше и нажать отмену, то я ничего не соберу. Вот видишь килограммчик, сколько забрал у меня тепла. Вижу. Все. Можешь собрать с него 100 грамм. Нет, полкила. Давай полкила возьмем. На полкила у меня хватит. Вроде как. Я так долго с бракенбодией еще не жил. Да? Да. Это прям бракенбодийный долгожитель. Там еще с волков собирался. Нет, если я с волков собирался все остальное снимать, то тогда мне сейчас надо заканчивать со всеми этими кострами. Дожидаться нового дня, набирать дров и идти к волкам. Да? Ну да. Так. Ну. Ну. Тянку давай сожрем. Тут все равно есть риск случайного отравления. Да, риск такой есть, я знаю. Так что, в принципе, в принципе, тебе особо расстраиваться нечего. Так, сколько у меня? Смотри, раз, два, три. Мне еще тогда надо грибы перетереть. О, какая у меня классная усталость, да? Тебе нравится? Обалдеть. Да. И как же ты собрался волков идти на улицу резать? Ну как так, молча. Я их буду резать молча. Так. Таблеток у нас раз, два, три. Четвертый ты еще приготовишь. Вот. Потом я вот так сделаю, чтобы еще пятую приготовить. Но еды мне пока достаточно, да? И, в принципе, если мне удастся волков... А, погоди, так тут можно даже ничего не класть. Не понял? А я что? А почему он говорит, что у меня нельзя... Я что там сейчас сделал? А! Что ты сделал? Ты не то сделал. Так, все, залагал. Дед залагал. Ты же не то, Шурик, сделал. Ты разобрал факел, а не гриб перетер. Точно. Точно. Так, вот все грибы, которые у тебя теперь сейчас остались, могут пойти на пироги. Если, конечно, ты не будешь всякими, понимаешь ли, хреновостями болеть. А почему одна минута? Не знаю. Вот одна минута и все. Ну, тогда я книгу сожгу. Тогда я сожгу книгу. Что еще можем туда поставить? Ну, еще шиповники. И мне пригодятся. Так, все, хватит пока. Так, ну и что мы? Ну, что вы? Ну, вы можете вот... Я, правда, видишь, как здоровье? Да вижу я. Как вот мне? Как вот мне набрать себе дров, если у меня усталость такая? А никак. Идешь, спишь. А здоровье восстанавливаться сейчас не будет пока. Так, тогда мне отставить его терять. У меня тут лилькиных блинчиков нету. Отставить терять. А оно у тебя все равно еще потеряется, потому что паразитами болеешь. Кстати, да. Оно все равно у тебя потеряется, Шурик. Паразиты тебя отодвинут. Так что не переживай. Так, легко сказать не переживай. А если я все-таки переживаю? Ну, а ты не переживай. Угу, не переживай. Легко сказать, не переживай. Так, я даже не знаю. Вот это можно жрать? Ну, сейчас вот поешь, отравишься. Пока не отравил. Очень хорошо. Корпус это все выбиваем. Так, кишечный паразит еще 4 дня лечить. Но погода там сейчас такая, что никуда нельзя идти. Ну, давай тушу. Туш куропатки. Куру. Куру тушопатки разберем. Так, я их собрался в пирогах использовать. Поэтому их можно резать целиком. Не загоняясь. К волкам мы сейчас не пойдем. Сам понимаешь, не годится нам это. Где-то те проверки. Так. Я не знаю, собирал ли я с них перья. Давай пособираем. А зачем мне перья? У меня там подкладки есть? Или я не надел себе подкладки? Что мне, кстати, вообще по подкладкам? Кстати, да. Есть вообще подкладки? Мне нужны вообще перья? Мы сейчас посмотрим. Подкладки есть. Насчет перьев не знаю, нужны они или нет. Не знаешь насчет перьев, да? Да, насчет перьев не знаю. Ладно. Ладно, на. Ну вот с этой собери. Про остальные не знаю. Так, и еще давай соберем вот с этой мяса. Перья не будем. Так, у тебя там кролик лежит. С кролика будешь собирать? Будешь. С кролика будешь собирать. Хорошо. Так. А значит, с купораток выкидываем. Я не знаю. Вот эту кашу есть 180 калорий, Шурик. Забей ты на нее. Опасная она, да? А что я тогда есть буду? Не знаю. В кролика будешь есть. Не знаю. Можно попробовать супы томатные. Хотя, конечно, тоже опасновато. Ладно, збей. 300 калорий. Пронесло. Ладно, пронесло. Так пронесло. Пронесло второй. Будем есть? А что на него глядеть? Ешь. А если пронесло? Ну, значит, лечение. 10 часов сна. Пока нет. Пока все нормально. Ладно. Тогда, кролик, иди сюда. Я тебе сейчас приходу по полной программе. Так, с тебя снимем все. Ну и вся придется лечь поспать. Потому что такими силами куда-либо идти у нас с тобой не получится. Что там вообще по кулинарии? Это 30. Приготовление не осталось тебе, Шурик. Блин, мне к волкам как-нибудь прорваться с кострами. Ну, смотри какая погода. Прорывайся с кострами. Да? Минус 35. Сейчас я сбегаю туда, гляну, что там вообще. Есть ли какие-нибудь эти дрова? Скорость, конечно, перемещения фантастическая. Ну, а что ты хочешь? Тут тяжелый молот, кстати, мне оставили. И морковь, которую хрен приготовишь. Да, морковь хрен приготовишь. Это я согласен. Так, для минус 35 мне надо много дров. Минус 29. Так, а теперь бы еще успеть добежать. Да вроде успею. Ага, усталость. Не успел. Надо спать идти. Спать надо идти. Ох уж эти паразиты пешечные. Вот они меня заковерили. А я пил с утра. Да вроде пил. У тебя 4 осталось. Рис клаустрофобии. Это вы хорошо придумали. С риском-то клаустрофобии. Да? Угу. То есть так и так валкам надо переться. Еще попрям все. Ой, воды забыл попить. Нельзя воды забивать попить. И так здоровья никакого. Рис клаустрофобии. Это вообще класс. Это тема. Рис клаустрофобии. Какой он? 38 процентов. Так, дров у меня 7. Они по 3 дают. Это 20, да? Угу. Давай выйдем глянем. Че там? Че там? Погода дрянь. Минус 31. Глянул. Глянул. Заходи. А откуда ж мне, если че, клаустрофобию лечить? Ну, только в тракторе. Да, блин, в тракторе. В тракторе особо хрен поспишь. Высовывайся. Смотри, че по погоде. Высовывайся. О, а Шурик? Ну, 42 отставить. Нет, еще можно к бронсфойду пойти. Там разжечь костер, но... Это в крайнем случае. Это в крайнем случае. Так, шо у нас с едой? С едой у вас. Морковь жри. Вот это жри. Вот. А еще, говорит, клаустрофобия может возникнуть. Вообще, вот даже не при максимальной, да? Так. 45. А руками? 2 часа. У меня усталости хватает на 2 часа? Хватает. Так, давай попробуем глянуть. Че по погоде? Не, по погоде пока нет. Давай, 2 часа посплю, короче. И глянем. Может быть, к волкам получится выйти. С волками жить по волчьи выйти получится. Вот видишь, уголь как нужен, да? Хотя, если там метет, то никакой уголь не поможет. Это тоже верно. Тоже верно. Что не поможем. Метет. Да, я слышу. Метет. Это хорошо слышно. Сейчас вот клаустрофобия начнется. 14 дров. Это сколько там получается? Они по 3 дают градуса. 42. Ну, плюс 42. Ну, к грандспойту можно будет подойти. Ну, это опять. Если там не минус 70. О, видишь, стихло. Все, ну что, к волкам пойдем? К волкам, говоришь? 47 дней выжил. С волками жить по волчьи выйти? Ну, пошли выйдем. Чуть-те. Чуть-те. Убудет, что ли? Минус 29. Погода мне очень не нравится. Я все-таки разожгу бронспойт. И буду от него бегать, от волка по полкило отрезать. Все-таки мне все это не нравится. Все-таки не нравится мне все это. Не хочу я просрать свои эти. Нажитые непосильным трудами древесины. Да, тут температуры такие. Что заклебешься не просирать. Так, 17. Температура вообще падает. Так, ну вроде как нормально. Плюс вышел. Температура воздуха стала плюсовой даже. Это хорошо, Шурик. Так, а котелок ты там оставил? Это плохо. Но я сейчас за ним сгоняю. Я могу сделать овсянки. И под прикрытием овсянки. Рызать у Олька. Так, доску я могу ломать? Нет, темно слишком. Вроде так много дров взял. А все это только на 7 часов, да? Ерунда какая-то. А там есть что рядом порубить? Там поддоны есть на улице. Да, есть поддоны на улице. Ну, добьет ли до них... Добьет ли до них печка, я не знаю. Поддоны вот они. Печка до них хрен добивает, видишь? Инус 29. Ну, было бы удивительно, если бы она до них добила. Так, кашу все мы готовим. Продрать совсем нечего. Все, кашу можем приготовить? Готовь еще кашу. Видишь, вроде плюс 14. А так медленно сволочь греется. Так, а вот эту доску могу поломать? Каш, там сколько будет? 12 минут, как раз. Завелись и кашами двумя. Ох, не тот и сделал. Да, я знаю. Пошли к волкам. 138. Да, шкурки хрен ты тут с них поснимаешь. Да ладно, хрен с этими шкурками. Парами они заморожены уже. По полкило будем срывать. Больше не получится. Так, давай еще полкило. А мясо волка-то тоже получается непервосортное, да? Да, непервосортное мясо волка. Слушай, валить мне надо отсюда. В дом бабули, пока я тут ласты не склеил. Ладно, это успеется еще. Это, как говорится, завсегда успеется. Сколько процентов? 96. Ну, 96 вроде не должен, по идее, травиться. А там как пойдет. Это, да, болезнь, риск растяжения. Да у меня каких болезней только нету. Так, что там по кишечным паразитам? Риск каустрофобии. Слушай, а что он такой большой? Она случайно не решила меня доконать каустрофобии, чтобы я заболел. Там, по-моему, есть такая багуля, можешь нахрен заболеть. Ладно, заболеем, там, как говорится, видно будет. А почему он по 0,5 не предлагает брать? А, ну потому что минимум, сколько ты можешь взять, это 0,5. Чё ты тупишь? Так, сейчас ходил без подогрева, поэтому только 0,5. Хорошо. Хорошо, 0,5 так 0,5. Так, меня интересует моя Клавдия Семеновна. Чё она мне там пишет? 8,7. Она, по-моему, добавляет, что ли? Клавдия Семеновна, ты какого хрена добавляешь? Нет, пока не добавляет. Я ж здесь же нет, Клавдия Семеновна. Я же здесь её всю жизнь лечил. Ну, мало ли кого-то где лечил. Ну, тоже верно. Кого ты там где лечил? От чего лечил? Так, что за страстные, странные, страшные звуки? Можно без страшных звуков? Так, лаустрофобия. А, спадает по чуть-чуть. Ну, спасибо. Спасибо. Значит, не так я безнадёжен ещё. Значит, сейчас себе приготовим. Не знаю чего. Овсянки горячей. Пойдём резать, Волька. Правильно. Правильно. Горячая овсянка, сэр. Овсянку доел? Доел. Горячий факел, сэр. Воды ставим 2 литра. Так, печка горит 5 часов. Клаустрофобия. Снизилась до 65% риску. Жизнь без риску, как еда без соли. Ну, палочку хочу вот взять. Одну. Не знаю, правда, после этого успею или волк отпилить. Да, успеешь, наверное. Рубите, Шура. Так, потом ещё один подогрев можно будет сделать себе уже этой. Кружечкой. Кружечкой. Да, можно сделать кружечкой. Давай поглядим, что у нас по кулинариям. По кулинариям. У вас по кулинариям. А что у нас по кулинариям? Да должно быть всё в полном порядке. Медленно, но верно, приближаемся к пятому уровню. Ну, вот, смотри, это где-то полосередина сотка. Ещё где-то 20 приготовлений. 20 приготовлений. Понятно. Ну, в моём случае кулинария ничего не даёт особенно. Она просто тебе позволяет пирожки начать делать. Якобы лечебные, да. А так больше никаких радостей жизни. Так, ну и чё? Вроде как должно подействовать, да? Ну, вроде как, да. Корпус. Должно остаться 3. Смотрим. Так. Да, 3 из 20 доз. 3 из 20 доз. Ну, и что, товарищи волки? Нарубил я вас тут отлично. Да нарубил ты их отлично. Точнее, настрелял. Вот нарубил не очень. Да, снарубил. Слушай, можно попробовать ещё 0,5 взять. Вроде пока... Вроде пока держишься. Так, а значит, здесь мне кленового сиропа не дали, да? Вроде как нет. Не дали. Не дали, как не дали. Ладно. Разберёмся, гражданин. Разбирайтесь, разбирайтесь. Что там с моей Клавдии Семёной-то делается? Так. До 52 она у нас снизилась. Так. Хорошо. Отлично. Нормально, Григорий. Григорий, отлично. Константин. Так, ну могу ещё овсянку тебе предложить. Для сугрева и прокачки кулнары. Ну, предлагай. А шли рубить дальше паразитов. Видишь, кажется, как будто у меня здоровье восстановилось. А на самом деле нет. Это невосполняемая часть просто приблизилась. И его стало меньше. А здоровье, конечно же, не восстановилось. Полоска исчезла между белым и красным. Видишь? Так, что мне, значит, три дня ещё лечиться, да? Мне ещё лечиться три дня. Три дня. Три дня. Надо отсюда уходить, Шурик. Ну, сейчас к лаустрофобии подлечу. Парафилактику проведу. И да, будем мы отсюда линять. Ну её нафиг. Ну её нафиг. Надо бечь отсюда. Не, мы пока вот это сделаем. Так. Волчатина, волчатина. И там уже спать надо, да? Да я вижу, что надо. Чем будем согреваться, когда пойдём? Вроде шиповник у тебя много. Шиповником? Ну да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В термос хватит напихать. Вот и я говорю, что хватит напихать в термос. Так, риск лаустрофобии до 38% упал. А если я там у бабки заболею, то куда я пойду? Только в машину по чуть-чуть спать, Шурик. Да. Перспектива дрянь. Какая есть. Опять не доел. Так, что-то я хотел поглядеть. А, что-то у меня кулинарит моя. Ну, скоро ты её добьёшь, да? Или она меня добьёт. Или она тебя добьёт. В общем, кто-то кого-то добьёт. Так, ну что, собираемся? Да, ну только знаешь, сейчас я гляну за дом. Ох ты, вот только я начинаю собираться. И сразу какая-то хрень, да? Ну, так обычно, Шурик. Сэляви, как говорится. Сэляви. Ну, дай-то дай вот этой каши подогреюсь. Пошли глянем, что там за домом. Мне интересует, не найду ли я тут... Угу. Не найдёшь. Да нет ли тут вот клёнов берёзов на этой стороне? Блин, Шурик, у тебя кончились стрелы, а? У куропаток, привет. У тебя заклинил, что ли, да? Скажи, у тебя заклинил, что ты тут бегаешь? Там одинокий клён, Шурик, он тебе нужен. Он здоровым бы за него не поплатиться. Хотя всё равно у меня хп отъедет ещё. Из-за паразитов оно ещё отъедет. По-любому. Так что рубите клён. И будем собираться потихоньку в дорогу. Температура, правда, минус 32. Да, температура никуда не годится. У тебя есть шприц первой помощи. Использовать его. У меня есть шприц первой помощи. Два. Они уже здоровье не восстанавливают, но, возможно, помогут тебе хоть чуть-чуть быстрее двигаться. Ну, сомнительно. Так, я думал, тут что-то будет. Тут ничего нет. Сомнительно, что они мне помогут быстрее двигаться. Так, ты уже замерзаешь. Вижу. О, волк пришёл, глянь. Я же в ваши сволочи стрелял, стрелял. А ты, значит, припёрся, да? Ах, ты ж собака. Припёрся таки. Так, что мне отсюда надо взять? Ну, что отсюда взять? Было бы неплохо взять котелки. Так, это пока риск растяжения. Это не риск переохлаждения. Было бы неплохо взять котелки. Да? Да. Ладно, давай я часок посплю. Долго не буду спать. Боюсь проморгать погодочку. Так, значит, у вас есть шприц. У вас есть кофе. Да? Кофе. Два штуки. Можно ещё. А нет, не два. Четыре. Типа его используют для сугрева. А на шприцы бежать? Ну, вообще, два шприца. Ты можешь их два подряд колоть. Да и, наверное, больше четырёх кофе ты уже не выпьешь потом. Ладно. Это хрен с ним. Пошли собирать барахло. Есть что-нибудь здесь ненужное? Так, а разведение огня у нас на каком уровне? Разведение огня. Труд пока ещё нужен. Так. Да так-то всё, в принципе, нужно. И вот особо такого, значит, ничего у меня ненужного нету. Если только вот растереть факелок один, другой, третий. Чтобы стало чуть полегче из-за факелков. Ага. Ну, потому что факелки эти весят, блин, дофига и больше. Так, кофе тут у нас разогрелось. Ну, я два себе оставлю, остальные перетру. Окей. Окей. Вот нахрена ты сюда носил этим? Кого? Чего? Так. Волк меня видит? Ага, видит. Так, надо минусовать. Надо минусовать. И целых два уже нарисовалось. Минусуем. Стрела нужная? Стрела нужная. Так, кот обосрался. Этот нет. И со стрелой моей ушёл в бою дивизию, а? Ладно, пусть идёт. Да иди нахини его, как мы это называем. Кашу. Кашу оставляю. Так, чё ещё берём? Ммм, ты сказал, что вы берёте. Ну, вот это берём, давай. Вот это берём. Куропаток нет. Вода нет. Это и это. Всё, всё. Вес какой? 33 килограмма. Ну, воду, может быть, там сейчас выкинем. Так, банки не нужны. Может, воду, где-нибудь сдохнет неподалёку. Лучше знать. Ну, на это, надеяться, шибко не будем. Тяжёлый молот заберём. А зачем мне ещё один? У меня ж там есть. Ну, в принципе, да. Два носить молота. Так, придётся с волком разбираться. Он мне тут нахрен не нужен. Тебя вот эти вот четверо раз не смущают лежащие, не, братух? Братух, ты чё, братух? Не смущают, да? То есть ты решил, что ты серьёзный джентльмен, и ты хочешь стать пятым. Ну, собственно говоря, твоё желание исполнено. Ты стал пятым. Любой каприз за ваши деньги. Нам не жалко. Если серьёзный братух по-серьёзному просит, так, нет, мы давай кофе приготовим. А вот этот кофе мы, пожалуй, наверное, даже... Нет, ещё кофе можно приготовить? Этот кофе мы, пожалуй, даже дёрнем. Всё. Этот я дёрнул. Этот взял. Этот запихиваем в свой, понимаешь ли, тормозок. Так, чё там оно в тормозке? Ничего. Так, чё у меня по воде? Воду нахрен всё выкидываем. Так, кашу эту недоеденную выкидываем нахрен. Какой-то отчаянный выкидыватель. Да ну её нафиг. Траванусь ей где-нибудь. Всё, пошли. Ты там хотел шприцами пользоваться. Ну, поглядим пока. Пока поглядим. Оттуда давай заглянем. Там могут быть эти, как его... Температура, в принципе, пока минус 21. Ничего я не забыл. Так, спальник со мной. Да если и забыл уже всё, Шурик. Забей. Так, а ты факела в себе мало оставил. Да ладно, у меня там синий-красный есть. Не переживай. Вон, берёзы их надо порубить обязательно. Ну, а да порубим. И порублю. И порублю. Ну-ка, скинитесь, порублю. Кстати, каластрофобия-то прошла? Ага. А ты уже ушёл. Ну, а чё мне делать? Мне делать... У меня вариантов, знаешь, мало. А кора мне берёзовая нужна? Ну как, это горячее питьё. А, ну да, в принципе. В принципе, да. Обратно согласен. Обратно согласен. А там пироги какие-то есть, которые с каластрофобией борются, да? Вы не помните, что за пироги борются с каластрофобией. Даже волк, сволочь, со стрелой моей убежал, а? Поразительно. Ах, ж поразительно, проститутошная. Сейчас приду в дом к бабуле, а там у меня эти, да? Кто? Да куда ты полез? Да кто кто? Можно же было это... Стрел себе поделать. Я, по-моему, не взял берёзовый эти хреновины. Ну ладно, хрен, с этим берёзами хреновинами пошли. Замерзает, да я вижу. Ну ща до ближайшего дома дотянем. Запрёмся в него. Там поглядим потом, что дальше делать. Ближайшего дома ещё далеко. Ну ничего страшного. Дотянем. Я сказал, дотянем. На пороге ближайшего дома будем кофу пить, что делать? Чтоб хоть чуть-чуть себя согреть. Как же мне ходить с такой бракенбаддией-то, а? Вот от одного дома на другого хрен дойдёшь. А мне предстоит на такие расстояния бегать. Так и ходить, да? Так и ходить. Волк, по-моему, идёт. Да, волк идёт. Так, волк, погоди, волк, погоди, волк. Ты, собака такая, не вовремя. Ты охрененно не вовремя пришёл. Ты охрененно не вовремя пришёл. О-о-о-о, капец. Да вы чё, ребят? Мимо. Иди сюда. Ай-яй-яй, стрелу унёс. Ну вы чё творите? Вы чё творите? Вас откуда столько-то, я не пойму. Скажи, ты побольше курабаток с собой носил? Да, я тебя понял. Э, куда стрела? Да, у меня там стрелы-то вообще остались? Капец, их сколько припёрлась-то, а? И все в очередь. Сукины дети встали. Ха-ха-ха-ха. Так, а где у нас дом-то не заколоченный? Вон он. Да, волков было много. Волки, дело тонкое, Петруха. Так, получается, здесь только один дом целый, да? Вот это. Ну вот тут мы с тобой и будем жить. О, сразу в кухню зашёл. Погоди, не гаси. Так, кухня хорошая. Тут у нас много всего вкусного. Было нам предложено. Так, было, было, было и прошло. О, тут есть, смотри, чё. Мы себе можем продлить факела, да? Да. Зажигаем горючкой. То зажигай, конечно, чё на него смотреть. Вон, Аполлинария пихай. Угу. Аполлинария, говоришь, да? Так. Так, мне больше труд не нужен. Очень хорошо. Очень хорошо, что мне больше труд не нужен. Так, Шурик, что у нас по стрелам? Давай посмотрим прискорбный наш список. Так, одна стрела. Ёперный театр. Охрененно прискорбный список. Да. Можно сходить ещё раз на ферму Райские Луга. Да спасибо, я уже сходил раз. Мне чё-то как больше не хочется. А с одной стрелой далеко не увидишь. Значит, надо текать отсюда. Ну как текать? Сначала надо долечить. Сначала вообще у тебя клаустрофобия там, между прочим. Тебе, в бошку тебе долбит. Так, клаустрофобия мне в бошку, между прочим, долбит. Из-за всех, как говорится, селов. Можно сходить до синего вагона. До синего вагона? Спасибо. До синего вагона. Так, ну здесь вроде всё собрал. Да. Ну чё, думаешь, до бабули дотянем? Ну как пойдёт. Ты ж понимаешь, тут тема какая. Чай сейчас вот из шиповника выпьем, согреемся. Этот возьмём. Факел возьмём. Что-нибудь можем сварить себе. Так, сварить. Ну кральчать, наверное, нам нафиг. Ну давай ещё один чай из шиповника разогреем. Вот всё, ты согрелся и вали отсюда. Должно хватить дойти. А-а-а, клаустрофобия, как думаешь, меня из дома выгонит? У тебя клаустрофобия из дома? Не знаю, может, я выгонит. Правильно сделает, если выгонит. Блин, мне бы стрелы мои принесли бы. Да кто ж тебе их принесёт? Кто ж тебе их принесёт? Волки тебе их точно не принесут. В принципе, в принципе, в принципе. Ну, в принципе, а что в принципе? У меня есть огненные. Я могу их... Я могу их... Я могу их огненными прогонять. Типа, иди отсюда. Нет, Волк, я тебе пока последнюю свою стрелу отдавать не буду, если можно. Чё-то мне жалко. Можно огненными стрелами стрелять в них под факел, они будут пугаться и убегать. Ну да, да. Ты даже просто целиться. Лучше стрелять, прокачка тогда идёт. Да и вообще моральное унижение. И потом они вроде хромать начинают после этого, после огненных стрел. Прихрамывай, сволочи такие. Так, ну я до дома бабули зашёл. Сейчас зайдём. Волк назад уйдёт. Так, ну чё. Вот я вам ещё приволок немного, как говорит, с продуктов. Да? Вот, вода у вас есть. Вот вам я приволок немного этих котелков всяких разных. Так, что-то им ещё приволок. Да, были здесь сухие берёзы, конечно. Сам я себе создал проблемы, конечно. Берёзы сухие были. Блин. Блин. Ещё раз идти за стрелами. Ну, с другой стороны, кластрофобию лечить. Ладно. Разберёмся сейчас. Сначала пироги угар. Нет, сначала полечить нахрен эту фигню. Её заколебёшься лечить. Я понимаю, что я заколебуюсь её лечить. Это я понимаю. Ты имеешь в виду кишечных аропозитов. Да, кишечных вот этих аропозитов. А может, берёз тогда ещё не высохли? Да, конечно, мы тогда ещё не высохли. Мозги у тебя тогда ещё не высохли. Ладно, не ругайся. Не ругайся, Билли. Ну, 33 процента. Я не знаю, может, мне получится поспать. Может быть. А может быть, и нет. Так, воды себе возьмём. Ща возьму. Да ладно, видно будет, как говорится. Как говорится, видно будет. Чё там и как? Разберёмся, гражданин. Так, а чё гражданин сейчас есть будет? Чё-нибудь безопасненькое. Допустим, вот такое. Тимофеевку пока. Хотя там мясо же на улице лежит. Какая нахрен Тимофеевка? Извиняюсь. Гражданин тупит. Там же мясо оленячье лежит. Какая Тимофеевка. Жри мясо оленячье. Не надо никаких Тимофеевок. Я, кстати, тут ещё не все дома обыскал. Да чё-то как-то с одним этим ходить, знаешь, обыскивать. Как-то не очень. С одной стрелой. Это что ж мне, отчаянную попытку вылазки делать на ферму райские плуга, да? Какой-то такой придурок. Туда дров надо с собой туда полочь. Много. Но это только после того, как паразиты хотя бы выздоровеют. Кулинария. Немножко осталось. Так, можем поспать 7 часиков. Ну, а потом идти, не знаю, на улице спать час в машине. Пытаться лечить таким образом нарастающую клаустрофобию. Ну, пошли попробуем. Ну, знаешь, если тебе в машине будет не сильно холодно. А то никакого часа ты там не проспишь. Ладно, сейчас разберёмся. Гражданин. Разберёмся. Какая температура? Минус 31. Как думаешь, в машине сколько будет? Да и шо ж я? Шо ж я тебе? Провидец, что ли? Не знаю. Сейчас поинтересуемся. Мне бы тут вообще не попасть. Не попасть бы в переплёт. Минус 29. Но я думаю, никаких часов тут спать нельзя. Пошли нахрен. Пещера есть недалеко там наверху. А, точно, в пещеру можно сходить. Я про неё забыл. Ну, вот когда заболеешь паразитами, пойдёшь в пещеру. В пещеру. Да, там наверху есть пещера. Ой, каким паразитами заболеешь. Не надо паразитами болеть. Да, не надо паразитами болеть. Телстрофобия когда заболеешь. Паразитами я уже болел, спасибо. Уже болею, спасибо. Да, в полный рост болею. И как бы не хочу. Как говорил промокашка, не хочу. Не хочешь, да, не хочу. Так. Надо сразу пиндюль в пещеру. Я туда просто так хрен дойду. Мне опять нужны все эти подогревы, обогревы. Два дня лечить кишечных паразитов. Чем бы мне себе кулинарию добить, чтобы я хоть эти пироги начал печь-то? Пироги, да, пироги. Чем бы тебе кулинарию добить? Не знаю. Ладно, мы, наверное, сегодня закруглимся, да? Я буду вырабатывать стратегию. Буду вырабатывать стратегию. Ну что, бракенбаде есть. Я пока живу. 48-й день. Это, конечно, не сильно много, но, тем не менее, 48-й. Одна стрела меня смущает. Да, очень смущает одна стрела. Как погода? Минус 36, но ясно и достаточно. Как же вы не видите? Ведь это ясно, ясно, ясно. Слушайте, тут волки стрелами не мрисли. Вон, смотри, олени летают. Может, там волки? Ой, олени. Опять олени летают. Ворон летает. Может, там волк дохлый лежит? Может быть. Может быть, стрелу у него забрать? Может быть. Но это все потом. Олени летают. Опять у тебя олени летают? Да, опять олени летают. Значит, это так. Провидению припоручаю вас, дети мои, и заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зловаствуют безраздельно. Спасибо, кончено.